Обязательно двухнедельный карантин для авиапассажиров из Испании без предупреждения ввела Великобритания. Причиной таких мер называют резкий рост числа инфицированных среди прибывающих из этой страны. Сейчас МИД Великобритании призывает граждан воздержаться от поездок в Испанию, если нет крайней необходимости. Испания является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев. Ограничения британские туристы встретили с удивлением. Это очень печально. Я отдыхал и вдруг узнал о карантине в новостях. Теперь мне придётся две недели провести на карантине. Меня это известие сильно расстроило. Впервые с марта этого года открыла свои двери для прихожан одна из самых посещаемых религиозных достопримечательностей в Мехико – Римско-католическая церковь Базилика Святой Девы Гваделупской. В воскресенье в храме совершили первую за долгое время литургию. Использование масок для прихожан обязательно. Также обязателем является измерение температуры и дезинфекция рук перед входом. Присутствовали в храме несколько сотен человек. До пандемии каждое воскресенье на литургию приходили около 11 тысяч человек. Отметим, что число инфицированных коронавирусом в столице Мексики превышает 68 тысяч. С сегодняшнего дня Австрия ужесточила правила въезда из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Приезжающие должны будут предъявлять отрицательный тест на COVID-19. Рост новых случаев отмечены в Германии. В Минздраве страны заявили, что возможно введение обязательных тестов на коронавирус для возвращающихся из стран с высокими уровнями заражения. Тесты будут делать и в аэропортах. Отметим, что число выявленных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире за время пандемии превышает 16 миллионов. Эсмиралиева, Сибиси.